Добрый вечер на 12 канале Час новостей в студии Анна Черных. Главное сегодня. Восстановят покрытие на размытых трассах на ремонт дорог пострадавших от паводка выделят 700 миллионов рублей. С короной и улыбкой даже за решеткой омский король обналички Станислав Мацелевич по-прежнему отрицает свою вину. Новые подробности громкого уголовного дела. За престижный факультет боролись всем миром, однако его закрытие оказалось лишь слухом. Никакого разгона студентов, никакого закрытия программ. Что на самом деле ждет факультет международного бизнеса в МГУ? Готовы дарить заботу и тепло. Приходишь в семью, а там даже нет дров, там очень холодно. Проект «Бабушка на час» поможет семям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. К берегам Антарктиды, через самое штормовое место на планете, омская яхта «Сибирь» мчится к белому континенту под флагом праздника Севера. И восстание пернатых, почему перелетные птицы отказались улетать из Омска на британские острова. Регион получит 700 миллионов рублей на ремонт дорог, пострадавших от паводка. Деньги направят из резервного фонда правительства России. Об этом губернатор Александр Бурков договорился с руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком. В прошлом году большая вода размыла трассы сразу в нескольких районах региона. Полотно не выдерживало веса не только большегрузов, но и легковых машин. Теперь же покрытие полностью обновят. В первую очередь реконструкция пройдет в Нижнеомском, Полтавском, Селькульском и Называевском районах. Росавтодор нас поддержит, сможет выделить порядка 700 миллионов рублей в этом году на ремонт и восстановление подтопленных дорог. И здесь, я думаю, мы сможем за счет поддержки Федерального центра все-таки исправить эту ситуацию в ближайшее время, в течение этого года. Это очень важно. Реконструкция коснется и трассы Омск-Тюмень. Ее частично расширят, чтобы снизить аварийность на этом участке. На федеральном магистрале, больше известной как трасса смерти, через каждые 50 километров предусмотрят четырехполосные участки для безопасного обгона. А для соблюдения скоростного режима здесь появятся дополнительные камеры фото-видеофиксации нарушений. Сейчас в федеральном ведомстве идет согласование и поиск источников финансирования. Работы планируют начать уже в этом году. Омские предприниматели в спешном порядке расчищают территории вокруг торговых киосков. Тем, кто не вывезет снег, в ближайшее время грозят серьезные штрафы. В порядок коммерсанты должны привести и остановки, которые находятся рядом с ларьками. Уборка наледи входит в их обязанности. Из-за огромного количества жалоб о мечеи мэрия провела ряд проверок. В рейд специалисты выходят каждый день. Десятки уведомлений выдается каждый день. Некоторые предприниматели исправляют. После уведомления сразу же свои нарушения. Некоторые нет, они уже вызываются на протокол. Это штраф от 5000 рублей. Контролируют эксперты и коммунальщиков. Они обязаны очищать от снега и наледи дворы и тротуары. К слову, теперь следить за графиком уборки сможет каждая МИЧ. Расписание находится в свободном доступе на официальном сайте городской администрации. Для того, чтобы ознакомиться, нужно зайти в специальный раздел «Уборка снега» на стартовой странице. А после выбрать свой округ и скачать документ. Если уборки в назначенный день так и не будет, стоит обратиться в администрацию округа. Проверку проведет специальная комиссия. Продолжение следует... Именно столько длится расследование и рассмотрение уголовного дела. По мнению правоохранительных органов, на свободе подсудимый может повлиять на ключевых свидетелей или скрыться. Напомню, обвиняют Мацелевича и его сообщников в том, что они создали страховую компанию и потратили деньги клиентов в полмиллиарда рублей. Среди пострадавших застройщики по всей стране. Прокуратура требует для Мацелевича наказания в виде 9,5 лет колонии. Для многих может показаться, что этот срок очень суровое наказание. Срок очень большой. Однако, сторона обвинений исходила, прежде всего, из общественной опасности и социальных последствий, которые наступили в результате данного преступления. Ни для никого не секрет, что страховая инвестиционная компания страховала ответственных застройщиков. В частности, ЗАО «Саратов-Гестрой». Данный застройщик обанкротился. И большое количество граждан не получили ни страхового возмещения, ни, соответственно, жилья. Известно, что попыток по возмещению ущерба дольщикам обвиняемые не предпринимали. Это может стать отягчающим обстоятельством. Кстати, это не единственное уголовное дело в отношении Мацелевича и его подельников. Еще одно рассматривает Центральный районный суд. Связано оно с обналичиванием денег. Суммы поражают, счет идет на миллиарды. Приставы уже арестовали имущество обвиняемого. Это несколько коттеджей, 20 земельных участков, а также три катера и три автомобиля. В Омске минутой молчания сегодня почтили память героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. В сквере, названном в его честь, к памятнику легендарного генерала возложили цветы. Подвиг российского и советского фортификатора, блестящего ученого-инженера, доктора военных наук вспоминали ветераны, общественники, воспитанники Омского кадетского корпуса, в котором учился герой и солдаты. В этом году исполняется 75 лет со дня гибели нашего выдающегося земляка. О его непростой судьбе рассказали школьники и студенты, а волонтеры победы раздали всем собравшимся письма треугольники. Мы учились складывать конверты, как в Великую Отечественную войну посылали письма солдатам. В нем рассказывается про Карбышева. Мы находили информацию к 75-летию подвига и героической смерти Дмитрия Михайловича Карбышева. Вахты памяти в честь Дмитрия Карбышева сегодня проходят во многих городах и не только нашей страны. В Австрии, где в концлагере Маутхаузен погиб генерал, в школе при посольстве России присвоили имя Героя Советского Союза. В Вене на здании общеобразовательного учреждения открыли мемориальную доску. В мероприятиях принимал участие и внук героя, его полный тезка Дмитрий Карбышев. Наталья Бельская о подвиге несломленного генерала. Сегодня исполняется 75 лет со дня гибели моего деда, генерала Карбышева. Наша семья помнит об этой дате 4-й июня. Дмитрий Карбышев, внук легендарного генерала, сегодня открывал мемориальную доску на здании школы при посольстве России в Вене. С каждым годом на различных мероприятиях он все чаще рассказывает о дедушке. Хотя так было не всегда. Тема прошлого для семьи слишком болезненная и трагичная. О ней говорили мало, старались не вспоминать. Даже сейчас у внука Дмитрия Карбышева лишь одно желание. И чтобы война никогда не прошла на вашу землю. Это самое главное. Чтобы не было поводов даже к подобным событиям. Уникальными семейными фотографиями и документами с нашей съемочной группой внук генерала поделился во время встречи в Москве. Дмитрий Михайлович Карбышев, герой Советского Союза, родился в Омске. С отличием окончил сибирский кадетский корпус. После продолжил обучение в Санкт-Петербурге в инженерном училище. Участник русско-японской войны, Первой мировой, гражданской, советско-финской. Он являлся одним из самых выдающихся экспертов в сфере военно-инженерного искусства. Великая Отечественная застала генерал-лейтенанта инженерных войск в Гродно. В августе 41-го Карбышев был контужен и взят в плен. Генерал Карбышев прошел через 11 концлагерей, испытав все ужасы фашистской машины смерти. Но так и не перешел на сторону врага, мечтавшего заполучить свои ряды блестящего военного ученого. 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен после зверских пыток Карбышева облили водой на морозе. Когда в 1946 году присвоено звание Героя Советского Союза, о нем узнал не просто Советский Союз, наша страна узнала. Узнал весь мир о том, как его 4 года пытали, как его склоняли на свою сторону фашисты. Но он остался верен своему народу, своему государству, своей родине. Спустя 75 лет со дня гибели не сломлены и не забыты. В 2019 году по результатам всеобщего голосования проекта «Великие имена России» в честь Карбышева назвали Омский аэропорт. Его имя в городе носят сквер, улица и школа. И сегодня в Вене появится еще одно образовательное учреждение, в котором ребятам будут рассказывать о подвиге солдата до последних минут верного долгу. Наталья Бельская, Павел Манджос, 12 канал. Условный срок и 4 года колонии. Приговор обвиняемым во взрыве газа вынес Сидельниковский районный суд. Трагедия случилась в январе 2018 года. В пожаре погибло пятеро детей. Пламя вспыхнуло после взрыва баллона, который житель района заправил на местной станции. Как удалось установить следствие, владелец открыл ее без необходимых документов. Не оказалось их у оператора заправки. Баллон мужчина наполнил с нарушением всех технологических норм. Работал в 37-градусный мороз и значительно превысил допустимый объем. После резкого перепада температур емкость сдетонировала в пристройке частного дома. Суд вынес приговор обоим обвиняемым. Владельцу газозаправочной станции в виде 3,5 лет лишения свободы условно 4 года в колонии проведет оператор. Руководство университета имени Достоевского опровергло информацию о ликвидации факультета международного бизнеса. Напомню, ранее в СМИ и интернете появились сообщения о том, что его закрывают. Выпускники остаются без дипломов, а преподаватели без работы. В соцсетях даже запустили флешмоб. Люди выкладывали записи и фотографии с хэштегом «ФМБ живи». Дошла акция до США и Европы. К ней подключились крупнейшие компании мира. Однако в ВУЗе информацию о ликвидации факультета международного бизнеса не подтвердили. Как пояснило руководство, ФМБ не закрывают, а объединяют с экономическим факультетом. Такое решение единогласно принял Совет учебного заведения. Преподаватели без работы не останутся, а студенты получат дипломы. Притом значится будет в документе та специальность, на которую они поступали. Несколько искаженная информация доходит до самих потребителей этой информации. Повторяю еще раз, никакого закрытия факультета, никакого разгона студентов, никакого закрытия программ факультета международного бизнеса никто никогда не делал и, я думаю, никогда не сделает. Все это будет сохранено, преподаватели будут работать. Программу, по которой учатся студенты, университет будет реализовывать. По словам руководства ВУЗа, факультеты решили объединить, так как они дублируют друг друга. По сути, оба относятся к экономическим наукам. Более того, повторяются и некоторые направления, как, например, экономическое управление. ВУЗе считают, что конкуренция в самом университете между факультетами недопустима. Объединенный факультет будет носить название «экономический», оно наиболее полно отразит деятельность. А международный бизнес – это лишь раздел науки. Таково мнение руководства учебного заведения. Впрочем, некоторые студенты с изменением названия и слиянием факультетов категорически не согласны. Руководство ВУЗа уже провело разъяснительную беседу с преподавателями. В ближайшие дни такая же встреча запланирована с обучающимися и их родителями. И смотрите далее в программе. Готовы дарить заботу и тепло. Приходишь в семью, а там даже нет дров, там очень холодно. Проект «Бабушка на час» поможет семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. К берегам Антарктиды, через самое штормовое место на планете, Омская яхта «Сибирь» мчится к Белому континенту под флагом праздника Севера. И в предвкушении решающей схватки до матча «Авангарда» и «Акбарса» меньше двух часов. Каковы прогнозы на игру? Вернуть былые времена «Бабушкам на час». Серебряным волонтерам Омска пришлось закрыть крупный благотворительный проект, чтобы поддержать многодетные семьи. Совушки не жалели ни сил, ни сбережений. Сейчас же самим добровольцам требуется финансовая поддержка. Пока серебряные волонтеры сотрудничают с подопечными благотворительного центра, и все же надеются, что время бабушек на час еще придет. Есть ли шанс, что добровольцы вновь начнут помогать многодетным семьям, выясняла Елена Смирнова. Бабушками для особенных ребят совушки, так называют омских серебряных волонтеров, становятся почти каждый день. В доме радужного детства проводят по несколько часов, читают малышам сказки, играют, общаются, устраивают мастер-классы и для мам. Учат плести из бисера, составлять букеты, варить мыло или просто дают время на передышку. Первое, что я делаю, я отдаю ребенка, он растворяется в волонтерах, я своими делами занимаюсь, отдыхаю, наслаждаюсь. Еще до открытия палеотивного центра волонтеры навещали больных детей на дому, нянчились и с ребятами из многодетных и малообеспеченных семей. Бабушки на час встречали подопечных из школы, вместе гуляли, пекли пироги, мастерили поделки. Однако тратить на это приходилось не только душевное тепло, но и скромную пенсию. Приезжать к внукам с пустыми руками не хотелось. А бабушка на час требует средств. Все дорожает. Разные семьи требуют чего-то своего, но когда приходишь в семью, а там даже нет дров, там очень холодно, мамочка одна воспитывает троих-четверых детей, ну, это, во-первых, выдержать морально очень тяжело. Проект пришлось свернуть, но волонтеры не исключают, что это только на время. Пенсионерки намерены побороться за финансовую поддержку своей благой идеи. Возможностей будет больше, если открыть некоммерческую организацию, советуют специалисты. Делать это совушки пока не спешат, боятся, что прибавится бумажной работы. Однако в Центре социальных инноваций уверяют, все проще, чем кажется. Нужно минимум три человека, устав и протокол первого собрания. Просто нужно принять решение, прийти, можно прийти к нам, воспользоваться консультацией юриста, который поможет и подготовить устав, и подготовить документы учредительного собрания. Сегодня на школе женщины из теколы. У них ровно некоммерческая организация, которая занимается и проект, связан с серебряным возрастом, серебряный волонтер. А значит, можно примкнуть к уже действующей организации и работать сообща. Или, возможно, поддержать идею рублем, захочет некий меценат, либо просто неравнодушные омичи, и совушки смогут согреть под своим крылом еще немало приемных внуков. Елена Смирнова, Александр Саражин, 12 канал. Срок внесения поправок в Конституцию продлили изменения. В основном в законе страны члены специальной рабочей группы будут готовить до 2 марта. Предполагается, что последнюю неделю февраля парламентарии посвятят работе в регионах. Решение принял Совет Госдумы. Причина – интерес к обсуждению и большое количество предлагаемых поправок. Уже поступило более 600 инициатив. Сегодня на заседании рабочей группы речь шла о том, чтобы закрепить в Конституции принципы единой экологической политики, а также включить в основной закон поддержку семей и помощь добровольческому движению. Однако будут продолжать обсуждаться поправки, которых сейчас уже более 600. Обсуждаются поправки по всему блоку. И по, соответственно, политическому, и по социальному. Параллельно идет работа в Комитете Государственной Думы по законодательству. И туда уже внесены целый ряд поправок различными депутатами и политическими силами. Параллельно предложили поправку о том, чтобы в Российской Федерации создавалась система непрерывного образования для всех. И в течение всей жизни, которая должна обеспечиваться госфинансированием на уровне 7% от валового внутреннего продукта. Это международная норма. Второе чтение закона о поправках в Конституцию состоится в середине марта. Изменения вступят в силу, напомню, только если их одобрит большинство россиян. Всенародное голосование пройдет в 20-х числах апреля. Точную дату назовет Центр избирков. Следят за порядком на железных дорогах, на воде и в небе сегодня в России отмечают День транспортной полиции. История ведомства началась в 1919 году. Именно тогда был подписан первый документ, который регламентировал систему охраны железных дорог. Следили специалисты за хлебными эшелонами. Это была задача государственной важности. Спустя век обязанности подразделения изменились. На счету полицейских сотни раскрытых преступлений, начиная от мелких краш имущества пассажиров и заканчивая незаконным оборотом наркотиков. О самых резонансных делах Константин Поминов. На железнодорожном вокзале «Император» — это кличка немецкой овчарки. Вместе с кинологом Сергеем Юдиным проверяет пассажиров и багаж. Нюх пса сильнее человеческого обоняния в тысячи раз. Поэтому собака может найти наркотики, даже если преступник их замаскирует, например, духами. Собака приступает к работе. Если ее заинтересовал, если она обнаружила наличие запаха наркотического либо психотропного вещества, она сигнальным поведением показывает наличие этого запаха. Не лает. Это может спугнуть преступника. Знак тайный, еле уловимый. Инспектирует транспортная полиция не только железнодорожный вокзал, но и речпорт, и аэропорт. Именно сотрудники этого ведомства встречают и сопровождают пассажиров. Наблюдение круглосуточное. Главный смысл нашей работы – это все-таки спокойствие граждан. То есть, чтобы они пришли в наш аэропорт, чтобы они знали, что они сейчас улетят в том или ином направлении, у них не будет никаких проблем. Полицейские не просто обеспечивают безопасность пассажиров, но и раскрывают преступления по горячим следам. Эти кадры облетели всю страну. Омский аэропорт. Местная жительница передает новорожденную дочь женщине. Позже окажется, ребенка она продала. Все происходящее попало на камеру видеонаблюдения. Это уголовное дело раскрыли совместно с транспортной полицией. А вот еще одно – уже на воде. Рыбу ловите вы здесь? Да, во блюдо. Какую рыбу ловите? Судак, ясь, щука. Чем ловите? Сетями. Берег Артыша, остров в 30 километрах от города. На кадрах бывший полковник полиции Владимир Ярков. За браконьером сотрудники транспортной полиции и ФСБ следили несколько месяцев. Вот Ярков тянет невод, в нем стерлядь. Рыба занесена в Красную книгу. За осетровых грозит штраф. Еще больше – ущерб для препутации. Полковник лишился высокой должности в полиции. Впрочем, большинство преступлений происходят не в воде и не в воздухе, а на земле, в тамбурах поездов. Самое распространенное – кражи смартфонов. Относятся преступления, когда человек по невнимательности, либо по безалаберности оставляет сотовый телефон, либо в купе на зарядке, либо где-то в пассажирском поезде в местах для зарядки телефонов. Свой профессиональный праздник сотрудники транспортной полиции проведут на рабочем месте. Говорят, лучшим подарком бы стало, чтобы омичи и гости города меньше нарушали закон. Константин Поминов, Юлия Думанова, 12 канал. Омская яхта «Сибирь» направляется к Антарктиде под флагом праздника Севера – сельских соревнований, которые уже 50 лет каждую зиму проводятся в Омской области. Экипаж продолжает кругосветку к берегам шестого континента. Экспедиция стартовала из Омска в июле, а вернутся моряки только в октябре. Сейчас они держат путь через крайне сложный пролив Дрейка – самое штормовое место на планете. Яхта подготовлена, люки задраены пленкой, установлен новый двигатель – старый разъела морская вода. Над Сибирью развивается флаг праздника Севера. Так предстоит идти еще минимум 600 миль. Затем будет взят обратный курс по Тихому океану вдоль двух Америк. Определят хоккейного короля Востока. Авангард сегодня сразится с казанским Акбарсом. На лед две сильнейшие команды выйдут уже через пару часов. Соперники принципиальные на кону первенства в Восточной конференции. О том, как готовятся к противостоянию наши игроки, какой прогноз на матч дают аналитики, расскажет Андрей Блохин. Сначала немного цифр, такая занимательная хоккейная арифметика. Вместе будем считать и соображать. Итак, на первом месте в Восточной конференции идет Акбарс, у него 87 очков. Авангарда 82, и на один матч сыграно больше. Таким образом, в самом деле, если сегодня вечером Акбарс выигрывает, он на 99% обеспечивает себе победу в конференции. Но не будем забывать, что снизу Авангард отпирает неуступчивый Борис. У них столько же матчей, сколько сыгранного мячей, но 79 очков. То есть на 3 меньше, чем у нас. Так что нам нужно стараться догнать Акбарс и убежать от Бориса. Что касается сегодняшнего матча, то сегодня не сыграют Андригетто, Буйницкий и Тереченко. Тем не менее, их привезли сюда в Казань, поскольку команда начинает сплачиваться. И в преддверии скорого плей-офф важно, чтобы все здоровые, все находящиеся в форме, находились в одной обоиме, находились вместе. Потому что плей-офф – это дорога длинная, дорога трудная, травмоопасная. И нужно, чтобы каждый был готов в любой момент выйти на лед и заменить товарища. Я еще на что обратил внимание. Сейчас все требования Хартли выполняются даже не по звуку голоса, а по жесту главного тренера. Выходит на лед Пьянов, бросает взгляд на Хартли. Хартли показывает вот так. Внимание. И Пьянов, все понимая беспрекословно, тут же начинает отжиматься 10 раз. Вот такая управляемая команда. По составу, как я понимаю, сегодня будет вновь воссоздано звено, которое неплохо играло в начале января, где Пьянов с краю, Клинкамер и Макмеллан помогают нашему русскому нападающему. Один в центре, другой на правом краю. Ну и что касается прогноза, на сегодняшний матч, я думаю, сегодня будет упорная игра. И все решится в одну шайбу в основное время, я думаю, в пользу омского авангарда. Пожелаем удачи ястребам сегодня и всех телеэкранам в 19.00 по Казанскому и в 22.00 по Омскому времени на 12-м канале трансляция этой потрясающей игры. Андрей Блохин из Казани специально для программы Час новостей. Перекидывал бочки, как жонглерские мячики. Михаил Шевляков стал лучшим по силовому экстриму в Бразилии. Искушенную публику омский богатырь поразил легкостью, с которой перекидывал тяжеленные бочки через пятиметровую планку. За чемпионский титул престижного турнира «Форса Брута-2020» боролись именитые силачи со всего мира. Стронгмены выполняли становую тягу, тащили 400-килограммовую цепь. Ну а финальным испытанием стало поднятие трех снарядов. Вес самого крупного – 250 килограммов. Равных Шевлякову не оказалось. Омский силач стал первым россиянином, который победил в турнире «Форса Брута». О других новостях спорта в традиционном обзоре от Алексея Дарьева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большое число золотых медалей завоевали команды Красноярского края и Кемеровской области. Не остались без золота и омичей. Награды высшей пробы на счету Анастасии Соколовой, Светланы Грачевой, Анжелики Стротоновой и Полины Зыковой. Муромцевский район восьмой раз подряд выигрывает биатлон в зачет праздника Севера. На своей земле, в селе Петропавловка, муромцевские стреляющие лыжники уверенно опередили в командном зачете сборные восьми районов, среди которых были лидеры прошлых лет из Азова, Павлоградки, Любина, Теври и Зайтары. Соревнования проходили среди мужчин и женщин в индивидуальных гонках, спринте и эстафете. В итоге муромчане стали лучшими, положив в свою копилку шесть медалей, включая четыре золотые. На втором месте биатлонисты из Теврийского района, бронза у азовчан. Алексей Дареев, 12 канал. Великобританию променяли на Омск перелетные птицы. В этом году решили не улетать на зимовку домой, а остаться жить в Сибири. Из-за аномально теплых температур численность пернатых в нашем регионе заметно выросла. Об этом говорят орнитологи. В течение зимы они вели подсчет птиц, которые прилетают к нам с юга, и пришли к выводу, что в регионе стало больше чечеток, снегирей, свиристелей и щеглов. Гостили в нашем регионе они и раньше, но из-за морозов часть из них погибала. Теперь же климат стал гораздо теплее, и некоторые вовсе решили не возвращаться на юг и остаться жить в Сибири. Мы знаем, что у нас есть уникальное место, которым является очередский монастырь, теплый водоем с купелью там. И вот 36 особей, кряквы обыкновенной, в этом году успешно перезимовали и сейчас создали свою круглогодично пребывающую в Омску область популяцию. Нашествие птиц уже опасаются омские дачники. Поводов для беспокойства, говорят орнитологи, нет. Совсем скоро пернатые разлетятся, а в Омск вернутся те, кто зимовал на юге. К слову, в этом году из-за теплой зимы это должно произойти на две недели раньше срока, примерно в середине марта. Далее подробный прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru, там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Найти подарок для того, с кем уже полжизни вместе. Или для той, которую нужно постоянно удивлять. Или для тех, у кого все только начинается. Акция «Один плюс один» на элитную парфюмерию. Яркая, стильная, динамичная, созданная удивлять. Та, которую хочешь ты. Немного дерзкая, всегда особенная. Она мечта. Она реальность. Реклама на медиафасадах от компании «Дженерал Медиагрупп». Звоните 838 12 308 209. jamgroup.ru Спонсор прогноза погоды ИП Севкова Марина Балаканов на выставках продажи теплиц в Омске. Завтра, 19 февраля, ожидается снег с дождем. Температура воздуха в Омске в ночные часы минус 2, минус 5 градусов. Днем потеплеет до нуля. В районах ночью 2,6 градусов со знаком минус. Днем до минус 1. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Если хочешь летом богатый урожай, ты зимой теплицу со скидкой покупай. Выставка продажи теплиц в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. При покупке теплицы сейчас хранение до установки бесплатно. Получи скидку на монтаж или теплицу. И парник в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Подробности по телефону 50 50 23. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание и хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok